Так, а сейчас я хочу рассказать вам про игру, в которую мы играли вот с такими вот зверюшками. Они у меня уже очень давно валяются. Я вообще про них забыла. Ну, как говорится, начнешь разбирать, закромачивай, только не наизуешь. В общем, это на самом деле на Алике купленные, как сказать-то они, штуки, короче, которые выдавливают зубную пасту. Ну, то есть они надеваются на тюбик с зубной пастой, и можно двигать, и, соответственно, паста будет тогда у вас уползать в нужный край. Вот, но, конечно же, их можно использовать в логопедических целях. У меня вот, получается, свиньи, есть такие лягушки и еще панды. Ну, там, наверное, есть еще и другие какие-то животные. В общем, сегодня я взяла лягушку и свинью, двух животных. Занятие было с неговорящим ребенком, соответственно, у нас там были цели одни. Ну, можно использовать и с другими целями, естественно. Так, вот я взяла два животных и два набора еды. Вот, вырезала предварительно из бумаги цветной бананчики и яблочки. Ну, такие вот прям совсем условные. Ну, все равно по внешнему виду можно понять, что это вот какие-то фрукты. Можно вырезать там какие-нибудь огурцы, помидоры, пожалуйста, все что угодно. Можно взять какие-то картинки готовые, там, вырезать из чего-либо, если у вас там есть что-то такое подходящее. Ну, то есть, должно быть просто такой толщины, бумажечка, картоночка, чтобы пролезла вот в эту прорезь и рота. Вот. И мы кормили их. Можно просто кормить. Слово «ам» отрабатывать с неговорящим ребенком, допустим, вызывая речь. Ам, ам, ам. Ну, если слово уже есть, то, соответственно, можно его закреплять таким образом, работать заодно и над артикуляцией, над гласными, согласными. Ам, ам, ам. Вот, можно проговаривать. Вот, кормим. И еще мы во время этой же игры еще и слово «кушай» отрабатывали восприятие этого слова. То есть, учили его, как слово на слух, не обязательно еще и говорить, а чтобы ребенок его слышал, понимал. Вот, кормим, говорим «кушай», ам, кушай, ам. Можно обращаться, там, лягушка или свинка, не обязательно. Ну, можно называть их там «ква-ква», «хрю-хрю», если, опять же, вы занимаетесь с ребенком прям вот совсем-совсем запуском и совсем-совсем простыми словами и звукоподражаниями. Вот, можно усложнить задание, кормить, допустим, одного животного каким-то одним продуктом, другого другим. У них пищевая избирательность, все, простится. Лягушка ест только бананы и ничего больше. Все, кормить ее только бананами. Соответственно, даете ребенку инструкцию, что лягушка ест бананы. Дай банан, хочу банан. Все, лягушка говорит. А вы ее кормите. На, банан. Ам-ам-ам-ам-ам. На, тоже, кушай. А свинка ест только яблоки. И ничего больше не хочет есть. Вот, категорически. Вот, вы ее кормите яблоками. Или вот она вот не хочет есть яблоки. Наоборот, может быть. А вы ее кормите насильно. Ну, по следам недавних событий. В общем, вот так вот. Ну, соответственно, с детьми говорящими вы сюда можете какие-то совершенно другие задачи включить и отрабатывать какую-нибудь там звуковку, например. Там выбрав продукты, которые вам подходят по звукам. Можно грамматику. Съела что-то. Съела яблоко. Съела банан. Ну, здесь окончания такие вот как бы не меняются. Ну, в смысле, что там еще лучше взять тогда. Морковку, например. Или съела. Грушу, сливу. Ну, то есть, такие слова, где у нас окончание, получается, уже в существительном меняется. Вот. Родовые окончания. Ну, все. Я сегодня у меня немножко ку-ку поддежная. Все. Так. Что еще с этой игрой я хотела сказать? Наверное, больше ничего. Ну, а, ну, у меня есть еще идеи по поводу этих зверей. Но это уже я отдельно. Здесь у нас вот игра именно про то, что они едят. Все. Ам-ам-ам. Или там что-то они едят. И кормите чем-то конкретным. И тогда у вас уже задачи меняются. Вот. Все. Всем пока.